Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 10 главу. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Апостол Павел снова начинает, как и в предыдущей главе, обращаясь к народу израильскому, к тем, которые и вошли в церковь, к тем, возможно, которые еще и не вошли, а только собираются войти, обращается к ним словами как «братья», потому что они, в общем-то, его братья по плоти. Он и сам об этом сказал в предыдущей главе. «Желание моего сердца, — говорит, — и молитва к Богу об Израиле во спасение». Мы видим, что апостол Павел молится за них, как, в общем-то, за кого? За тех, которые и внутри еще, но неофиты не понимают все до конца, и проходят, скажем так, оглашения, или готовятся, проходя оглашения, или уже, но еще неофиты, либо только еще не пришедшие в церковь. Тем не менее, он молится за всех, обо всем Израиле. Он не говорит об Израиле, которые только уже вошли и уже крестились. Нет, о всех. Поэтому Господь нам заповедал молиться за всех и за вся. А можем ли мы молиться за еретиков? Можем, но не в церкви. Мы видим, что апостол Павел здесь молится, он не говорит и не призывает молиться всю церковь за тех, кто еще, если даже Израиль, но не вошел. А в домашней молитве, да, есть молитвословие, если мы только не сокращаем просительные молитвы, молитва следующее содержание. «Погибельными ересьме ослепленные, светом твоего познания просвети, и святей твоей соборной апостольской церкви причти». То есть каждому православному христианину, согласно молитвослову и рекомендации молиться по молитвослову, дается такое правило — молиться за людей, отступивших от православной веры. И далее апостол здесь продолжает тему, начатую и в 9 главе. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, видите, как он пишет, собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть так увлеклись исполнением закона, что забыли о Боге. Может ли быть такое? Да, когда человек начинает возвышаться сам в своих глазах, он никого уже не видит, он видит только себя. Вот в храме попробуйте особо благочестивым нашим прихожанам передать свечку во время богослужения, чтобы, если много народу, чтобы поставили там вот... Вообще не очень хорошо ее передавать, лучше поставить где-то и не мешать людям молиться. Но если уж такое случается, то можно, я скажу, мягко говоря, огрести много гнева от того, кого вы там попросили это сделать. Почему? Может быть, если уж там проявился какой-то гнев, то, скорее всего, человек здесь так увлечен собой и увлечен своим каким-то обрядоверием. Ну и тот, который передает, тоже может быть слишком увлечен своим обрядоверием. Снова повторю, можно ее поставить в любом месте, возле любой иконы, либо прийти тогда, если уж есть такое желание, пораньше, да, и сделать все, что вам было необходимо. Поэтому можно и, соблюдая закон, и соблюдая какую-то обрядность, так и увлечься, что и не заметить и Бога. Потому что конец закона Христос, теперь он указывает на самое главное, к праведности всякого верующего. Конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполняющего человек жив будет им. А о праведности от веры так говорит, не говори сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но, что говорит Писание, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Смотрите, апостол Павел здесь цитирует пророка Божия Моисея. Он говорит, что исполняющий закон жив будет им. Он не говорит, что исполняющий закон спасется, но говорит, жив будет им. То есть, где жив? Вот сейчас на земле будет жив им. Но приведет ли просто исполнение закона, когда человек уже и не видит Бога за исполнением этих предписаний, к жизни вечной? Нет. Поэтому апостол Павел так здесь и указывает. Видите? Жив будет им. Да. Здесь он будет нравственно хороший человек, симпатичный. Да. Но эта нравственная сторона и видимость, она может быть и лицемерной. Есть же понятие, и мы об этом знаем, покаяние, а есть ложное покаяние. Может такое быть? Может. Есть смирение, а может быть лжесмирение. Перед начальником у нас такое смирение. Посмотрите со стороны. Весь, аж как уш извился. Вот и три реверанс, три поклоны. Только вышел, ему там кто-нибудь ниже его по достоинству, все, он уже на него и смотреть не хочет. Ему вопрос, он позвоните мне потом. Я сейчас некогда в номер телефона возьмите у секретаря. Вот и прочие вещи. Поэтому, может быть, может. А в Евангелии находим мы подобное? Да. Смотрите, апостол Петр, когда выходит, предает, помните же эту историю, трижды пропоет петух, и ты отречешься от меня. И вот апостол Петр выходит и сказано, горько плакал. И здесь же дальше в Евангелии рассказывается в следующей главе, прям сразу, об Иуде. Который бросил сребреники, помните, бросил сребреники и сказано, покаялся. Но потом взял веревку, пошел, удавился. А вот апостол Петре не сказано, что он покаялся. Просто сказано, вышел и горько плакал. А там сказано, прям покаялся. Где же справедливость Божия? Спрашивают люди. Может быть, покаяние лицемерно. А как узнать, лицемерно или нет? По делам их узнаете их, как сказано в Евангелии от Матфея. В 24 главе о лжепророках. Сказано, по делам их узнаете их, по плодам. Какой плод был у Иоды и у Иуды после его покаяния, самоубийства? Значит, на кого он надеялся? На Бога? Нет. На кого? На деньги. А когда он с ними расстался, что произошло? Он потерял смысл жизни. Вот и все. Он взял веревку, пошел и повесился. А апостол Петр горько плакал. Но не сказано снова повторением, что он покаялся. А почему? А потому, что его покаяние было настоящим. И Господь это видел, и об этом не надо было говорить. И об этом очевидно и в Евангелии, в евангельских строках. Поэтому так. Поэтому здесь так и говорится. Ибо если устами сказано, если, если, да, если устами будешь исповедовать Иисуса Христа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Заметьте, не только если будешь веровать сердцем, но и исповедовать. Снова повторю, исповедание имеет свое содержание. Краткое исповедание веры мы находим в Никео-Цареградском символе веры, который нам и жизни, а я даже скажу и больше, и вечности не хватит, чтобы осмыслить, осмыслить, это осмыслить исповедание своей веры вдохновленной Святым Духом. Чем мы будем заниматься в вечности? Познавать, что есть Бог. И этому познанию не будет конца. И в этом смысле церковь сегодня и призывает, и миссионеры, и священном начале призывают к тому, чтобы, к чему, о чем говорил преподобный Серафим, чтобы ум наш погрузить в евангельские строки, чтобы здесь уже приучить свою душу напитываться благодатью Святого Духа. Откуда? Как из евангельского благовестия, так и из Таинств Христовых, которые подкрепляют нас, которые дают нам понимание, понимание Божественного откровения. Ведь помните, когда ученики Луцея и Клиопа, Лука и Клиопа, шли по дороге в Маус, то в Евангелии от Луки Христос подошел к ним как бы незаметно и начал их спрашивать. Они его не узнали, потому что он был воскресший. Они его не узнали. И они рассуждали о том, какие события произошли, то есть о том, что произошло в Иерусалиме, что Христа распяли и прочее, прочее. И когда Христос только с ними сел, преломил, то есть совершил вечерю. Это прообраз тайны вечера, об этом пишет свидетель Анзлатоуст. И когда они вкусили, тогда они его узнали. Видите как? Как все очень важно. Когда мы думаем о том, что одни думают, да, будем читать Библию, и этого достаточно для исповедания нашей веры. Зачем нам какие-то таинства, это просто символы? Нет. Читайте внимательней и поймете, что единственный доступ ко Христу — это тот доступ, который он установил здесь сам. Это его святые таинства. Примите, говорит, и едите, сесть тело мое за вас ломимое. И многие люди, шестая глава Евангелия Таана мы с вами изучали, почитайте, повторите. Евангелия Таана, 6, 48, начиная с 48 стиха до конца. Христос несколько раз повторяет, все есть тело мое, все есть кровь моя, вкушающий да будет жив, а отвергающий умрет. И когда они слушали эти слова, помните, некоторые сказали, кто может слушать это слово? И многие отошли от Христа, помните? А тогда апостол Петр Христос спросил учеников, не хотите ли вы отойти? И что воскликнул апостол Петр от лица всех апостолов? Куда нам, Господи, идти? У тебя глагол вечной жизни. Действительно, исповедание веры имеет свое основание. Это не просто какое-то чувство или не просто искреннее сердце, как и здесь сказано. Устами твоими больше исповедовать Иисуса Христа, Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его. То есть мало веровать просто сердцем, надо еще и правильно исповедовать. Потому что сердцем веруют, утверждает эту мысль апостол Павел, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Устами исповедуют ко спасению. Поэтому, когда мы с вами на божественной литургии, священник нас призывает к этому, да единомыслием исповемы, и мы с вами поем символ веры, веру в единого Бога Отца, в Сидержителя Творца. Это первое исповедание нашей веры. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различий между Иудеем, Еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих его. Призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Да, апостол Павел здесь уже подвигает не просто к утверждению веры, или как мы слышим эти слова «Русь святая, храни веру православную». Не только ее надо хранить, не только утверждать, но по заповеди Христовой распространять даже до края земли, проповедовать Евангелие, так лучше будет сказать, проповедовать Евангелие даже до края земли. Вы спросите, что это вы такое говорите, какая это заповедь? Это заповедь. Давайте процитируем ее более точнее и поймем, что это действительно заповедь, которая дана нам для исполнения и исповедания нашей веры. Как же она звучит? Из уст самого Спасителя. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, внимание, все, что я заповедал вам». Это заповедь. Раз Христос, Сам Спаситель, говорит, все, что я заповедал вам, вот так. Поэтому, кто думает о том, что, ну, это там, пусть, вот, на экзегете, там, или еще где-то, они пусть проповедуют, а мы тут так, тут так себе. Нет. Проповедь, это не только, проповедь, она не только словом, она может быть и делом, может быть, дело, дело милосердия. Не можешь говорить ты, помоги тем, кто может. Не можешь как-то помочь, помолись за них. Это очень важно. Кстати, очень важно. Апостол Павел с этого как раз начинает. Молитва. Потому что, как говорил, прям так, я хотел сказать, святой и праведный Иоанн Кронштадтский, как говорил старец Иоанн Кронштадтский, на том, что это когда-то будет, он так и говорил, что мы все делаем и делаем, когда же мы молиться-то будем? Действительно. Мы как вот эти иудеи в некой мере иногда бываем, что мы все надеемся на какие-то свои дела. Надо делать, даже говорить, надо что-то там такое строить, возрождать, восстанавливать фонды и все остальное. А молиться-то когда мы будем? Когда мы будем Бога об этом просить? Господи, да будет воля Твоя. Не моя, но Твоя, Господи. На всякое доброе дело. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, кстати, это так и говорил. Он говорил, не делай никакого дела без молитвы, даже не начинай. Даже не начинай. Поэтому, когда такое обращение вот и к людям, которые занимаются тоже духовным просвещением, что нельзя это делать без молитвы, иначе мы превратимся в агитаторов вместо миссионеров и учителей воскресной школы. Итак, как проповедовать, вот еще очень важно, пишет апостол Павел в 15 стихе, как проповедовать, если не будет посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующего мир, благовествующего благое. Действительно, как проповедовать, если не будут посланы. Здесь хочется сказать, вот те люди, которые ходят по улицам или выходят в сети интернет и проповедуют Слово Божие, там, и разных конфессий, а хочется спросить, а кто вас посылал на эту проповедь? Баптисты. Знаем мы свидетельство о рождении баптистов, 1609 год. Джон Смит крестил сам себя. Вот тут на днях после службы ко мне подошел один молодой человек и сказал, «Здравствуйте, я вот был у баптистов, вот уже больше года не хожу, 10 лет ходил, хочу принять православие». Я говорю, «Ну, хорошо, вам надо подготовиться, будет определенное задание, приходите вот по таким дням, будут беседы, 2-3 месяца будет подготовка, дальше будете готовы и тогда мы вас присоединим». Были крещены? Да, был крещен, из детдома, помню, 4 годика у меня был, вот батюшка приходил, крестил, крестики нам дали, все хорошо. Но потом вот произошло, никто не укрепил в вере и произошло отпадение. Далее я ему говорю, «А, баптизм? А, Джон Смит, это который крестил сам себя в 1609 году в Англии. Была такая небольшая пауза, он крестил сам себя? Да». Я говорю, «Вы сколько лет ходили к баптистам? 10». 10 лет ходил к баптистам, он не знал даже историю баптизма. Это я к чему говорю. Дело в том, что действительно многие люди, которые находятся в сектах, они не знают даже истории своей секты, их привлекает там больше такое, ну, некий такое сообщество, скажем. Поэтому так, кто послал баптистов? Джон Смит в 1609 год, кто послал адвентистов в 1644 год? Елена Вайт, может быть, Уильям Миллер, который организовал все это адвентистское движение, а кто послал на проповедь благословать Евангелие харизматиков в 1901 году? Чарльз Пархом, что ли, в городе Топика, из штата там, или какого-то там, штата Канзанс. Кто? Мы знаем, в каком году образовались, вот перечислили, или там свидетели Иеговы, 1870, или Чарльз Рассел, да, и может еще там, Кипмакин, вообще, 1989 год, так называемая церковь, международная церковь Христа. Христос собрал своих учеников, когда он был здесь на земле. Мы об этом много раз говорили. Снова повторю. Христос собрал здесь своих учеников, сам избрал апостолов, сам их избрал, сам их, и им сказал, идите научите. Они были посланы самим Христом. А кто послал Христа в этот мир? Бог Отец. Как послал меня Отец, говорит Христос, так и я посылаю вас. Вот. То есть, мы видим, что апостол Павел говорит, если не будете посланы, то как можете вообще благословить? Как же передается эта апостольская преемственность? Снова повторю. Говорил, но повторю. 2 Тимофея 1,6. Не 1, а 2 Тимофея 1,6. По сей причине, пишет он, напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. То есть, дар Божий передается через рукоположение. Поэтому, те, которые проповедуют без дара Божия, какой дар они, в этом случае, дарены, дарены и дарятся. Какой дар они могут передать? И тогда это христианство, у которого нет апостольской преемственности, его можно назвать бездарным. Потому что нет даров Святого Духа. И ничего подарить они не могут. И передать тоже. Сухое слово, не более того. Поэтому так, апостол здесь говорит, не я говорю, апостол, как проповедовать, если не будут посланы? Действительно. Как написано, прекрасно ноги благовествующего. Мир. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверит слышным от нас? Действительно. Не хотите ли отойти от меня? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Откуда мы обретаем веру? Вот источник, к чему и призываем. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела Вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Исаия смело говорит, меня нашли, не искавшие меня. Я открылся, не вопрожающем о мне. Видите? То есть, здесь говорилось о том, что те, для которых пришел Христос, как сказано, пришел к своим, и своего не приняли. Не только не приняли, но и распяли. Но пророк Исаия еще за 700 лет до Рождества Христова предрекал, что те, которые не искали, и те, которые ничего не знали, и те, которые мало знали даже закон Ветхого Завета, они призываются, и если они откликаются на этот призыв, то Бог их принимает. Об Израиле же говорится, целый день я простил руки мои к народу непослушному и упорному. Такими словами завершает апостол Павел. Но хотелось бы сказать просто несколько слов о том и вернуться к 15 стиху и как проповедовать, если не будет послана. Действительно, во все концы земли были посланы 12 апостолов. Вот Андрей Первозванный, брат Петра, проповедовал Византии, и Фракии, Македонии, Малой Азии, Алании, в Крыму, в Причерноморье, на Руси. Около 62-го года в Патрах распят на кресте, ведь буквы «Х». Апостол Петр, первый епископ римский, проповедовал в Никее, в Сирии, в Малой Азии, Сицилии, Каримфе, в Испании, в Египте, в Британии. В 67-м году в Риме распят вниз головой. Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова, проповедовал в Испании, около 44-го, осечен мечом в Иерусалиме при царе Ирдиогриппе I. Иоанн Богослов, евангелист, проповедовал в Малой Азии, в Иерусалиме. В Ефесе была создана целая школа, богословская, можно сказать, школа, где по поручению спасителя Иоанн Богослов, святой, евангелист, заботился и о Пресвятой Богородице. Также проповедовал на острове Патмос. Единственный из апостолов мирно почил в Ефесе. Филипп, святой апостол Филипп, проповедовал в Сирии, Малой Азии. В Арфоломее святой проповедовал в Сирии, также в Малой Азии, в Индии, в Армении, в языческом Баку, был распят вниз головой в Баку. Поэтому, когда сегодня я встречаюсь и общаюсь с азербайджанцами, иногда очень мирно, они мне говорят, мы мусульмане из покон веков, я говорю, из каких таких покон? Ну вот, нет, извините. Я говорю, а вы знаете, кто такой Бабек? Бабек знаешь? Они говорят, это их национальный герой, они знают, он был христианином, но они его почитают как национального героя, кто не знает Бабека. Спросите у любого азербайджанца. Он действительно долгое время, вплоть до, в общем-то, середины 7 века, территория Баку, это была христианская территория. Апостол Фома, апостол Фома, проповедовал в Индии, в Порфирии, в Мидии, в Персии, мощь его находится в Индии, мученический, скончался в Индии. Апостол-венгелист Матфей Левий, проповедовал в Македонии, в Сирии, в Персии, в Мидии, в Ефиопии, это интересно, в Ефиопии, Дмитрий Ростовский, святитель, когда описывает, что ефиопляне настолько прониклись в проповеди Евангелия, что когда святой евангелист их крестил, они, выходя из воды, и грех хама с них смывался. То есть, мы знаем, что грех хама произвел эту ветвь, такую вот азиатскую ветвь, но в этом люди, в общем-то, не виноваты, такого промысла Божия, как здесь сказано о том, кто человек, что-то может спорить с Богом. То есть, как Бог определил, так и определил. Но эти люди вот так вот уверовали, что смывался этот грех. Смывался Дмитрий Ростовский, почитайте его житие. Иаков Алфеев, святой брат апостола Матфея, проповедовал в Эдесе, в Иудее, в Газе, в Южной Палестине, в Египте, распят на кресте, в Египте. Иуда, Иаковлев, Фадей, также был в Иудее, Галилее, Самарее, Думее, Аравее, Сирием, Испотами, Персии, в Армении, около 686 года, распят на кресте, пронзил стрелами. Симон, Зилот, проповедовал в Египте, Мавритане, Ливии, Кирии, Абхазии, распят в Абхазии, на кресте. Есть до сих пор, кто был в Абхазии, можете там и есть и храмы, есть место пещеры, где показывают, где подвязался и выединялся Симон, святой Зилот. Святой Зилот, да, Святой Симон, Зилот. А Матфий, избранный в число 12, вместо Иуды, как известно, святое место пустое не бывает, да, вместо Иуды, проповедовал в Иудее, Колхиде, Македонии, в 63-м году, побит камнями, глава находится в Риме, часть мощей в Трире и Паве. Вот так. Это всего лишь 12 апостолов. Не хватит мне времени, чтобы говорить о миссии церкви византийской, о миссии церкви на Руси, связанной со святителем Стефаном Пермским, со святителем Иннокентием Московским, просветителем Сибири и Дальнего Востока, и Алиутских островов, святителем Николаем Японским, апостолом Японии, всю жизнь отдавший просвещение этому народу. И миссия среди татар, миссия среди народов, там, Ижорг и других северных народов, Угр. То есть это целая история. Это называется история миссии. Если хотите, можете найти. Учебники такие, они, в общем-то, есть. История православной миссии. И посмотреть, как действительно исполнялась эта заповедь, о которой говорит спаситель, идите научите все народы, и даже до края земли. А здесь апостол говорит, а если вас никто не посылал, я уже говорю о том, к кому это обращено, то как вы можете проповедовать? Но нам, снова повторю, церковь Христова здесь на земле, это заповедано самим Господом Иисусом Христом. Как мы видим, что здесь апостол говорит о том, что меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошающий меня. И задает вопрос, ну как уверовать о том, о ком не слышали? И как уверовать без проповедующего? Поэтому хочется сегодня у всех у нас спросить. А как мы исполняем эту заповедь Божию? Идите, научите все народы, даже до края земли.